Здравствуйте, дорогие друзья! 104-й Псалом. Псалом читается в начале каждого месяца. Это гимн прославляющий Всевышнего за сотворение мира, рассказывающий о том, что он сейчас заботится о своих творениях. Сильный очень Псалом. Читают написано в каббалистических книгах, чтобы удалить от себя тех, кто причиняет ущерб. Моральный, материальный, ты чувствуешь, что человек, знаете, вампир сосет с тебя эту энергию. Вот читают, чтобы оградить тебя. Я уже говорил, это молитва в Новолунии. Из Тигилим 104, в общем-то, выводится браха на хлеб. Сказано, извлекает хлеб из земли, 104-й, 14-й пырок. И если у нас есть 28 грамм с хлебом, мы благословление читаем. Кстати, Гематрия, это слово 28, это сила. Что еще? На Рошходыш, чтение Тигилимы, я сказал, это Псалон называет гимном восхваления. Его читают, там есть такая строка, месяц сотворил он для указания времен. Отсюда мы учим, что фазы Луны сотворены не для того, чтобы воздействовать на людей, а, как думают астрологи, а для указания времен Всевышнего. Хорошо произносить во время трапезы расходыша. Особенно женщинам это очень полезно помогает. На нем написано все силы бархат, все, 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 ну, браха на весь месяц, чтобы не было никакого ущерба. Что еще? Если Шломбайта нет в семье, немножко, если тяжелая ситуация или не может найти пару, читают обязательно этот Псалон. Написано вообще в мистической Кабале, что он убивает 1125 всех наших, ну, злых ангелов, созданных нашими грехами. Что еще пишут? Согласно Талмуду в иврике насчитывается семь значений слова Лев. Одно из них Кфир, это в нашей 104 главе, тоже так со Львом связывают очень много, поэтому говорится именно в толковании. В 23-м Пэрике это сказано, выходит человек для работы своей во всех трудов своих. Каждая душа, спускаясь в этот мир, имеет свои личные задачи, есть общие задачи. И выходит человек для работы своей, эта душа покидает свое место там наверху, в результате которой, чтобы поместиться в тело, работать и провести свою работу. Об этом рассказывается в этом псалме. Написано, что при болезнях сердца, если что-то, не дай Бог, там очень полезно пить вино с подмешанными в него горькими травами. И это выводится из нашего тоже Псалма 104-го, вино обрадующее сердце человека. 15-й Пэрик. Что еще? Вообще написание мудрецы, что 20-й Пэрик этого Псалма, это когда ты простираешь тьму и наступает ночь, это наш мир, который подобен ночи. Надо задуматься, насколько чудесная мысль, понять ее. Ночная тьма приводит человека к двум заблуждениям, глазам. Он или вообще перед собой ничего не видит, либо обманывает зрение, принимает столб за человека, человека за столб и так далее. Так и материальность этого мира. Она начинает мать до разума и обманывает его. И не позволяет ему видеть препятствия, лежащие на пути этого мира. И люди бредут уверенные в собственной безопасности, падают. А второе еще тяжеление, она искажает видение. И то, что нам кажется зло, это добро, добро, зло. Это толкование к нашему Псалму Хэм Луцата. Ну вот и все, пожалуй. Еще раз подчеркну, что для, в первую очередь, как бы все абсолютно мудрецы пишут о том, что это Псалом удаляющий злые силы. Брахава Ацлаха.